Девушки отдыхают Чем жил Черноморский флот на минувшей неделе? Севастополь, его события. Смотрите в программе «Отражение». В студии Александр Грохольский. Здравствуйте. Штурманы военно-морского флота отметили свой профессиональный праздник. В Севастополь вернулся малый противолодочный корабль «Муромец». 19 января весь православный мир отмечал крещение. Об этих и других событиях более подробно в репортажах наших корреспондентов. 25 января 1701 года Петр Великий подписал указ об открытии в Москве навигацкой школы для гардемаринов. С этого дня ведет свою историю штурманская служба военно-морского флота Российской Федерации. Наша съемочная группа побывала на стражевом корабле «Пытливый» и познакомилась с представителями штурманской боевой части. Должность штурмана – одна из самых почитаемых на корабле. Моряки этой специальности обеспечивают безопасность плавания и выбирают точный курс следования. За последние 10 лет труд штурмана военно-морского флота существенно изменился. Современные средства корабля вождения позволяют гораздо меньше времени уделять их настройке и получать данные о месте корабля в море каждую секунду. Интенсивность труда не изменилась. По-прежнему офицерам штурманской специальности приходится работать в море много и напряженно. Но в связи с поступлением новой техники на Черноморский флот, военно-морской флот вообще и по штурманской специальности в том числе, изменился, облегчился немного механический труд штурмана. То есть, если раньше для определения места корабля, к примеру, надо было выделять от 7 до 10 минут с использованием устаревших морских средств навигации, то теперь современные приемы индикатора и системы позволяют меньше времени уделять непосредственно механическому труду, а отдать большее предпочтение анализу полученной информации и, соответственно, оценить уже способность или неспособность, возможность, точность имеемого места по современным техническим средствам. Ежегодно на Черноморский флот приходят молодые специалисты-штурманы, которые вливаются в ряды корабельных офицеров. Сегодня возросла интенсивность плавания. Это способствует в кратчайшие сроки освоить специальность и каждому из них получить хорошую закалку в море. В последние год-два, в общем-то, уровень подготовки специалистов, молодых приходящих из институтов, немного вырос. Можно сказать о том, что их специальная подготовка, если человек желает заниматься специальностью, что немаловажно, позволяет им уже в течение, ну не месяца, но в течение двух-трех месяцев овладеть специальностью и не быть обузой на корабле, то есть исполнять обязанности по прямому предназначению. В 2012 году лидером по наплаванности на Черноморском флоте стал СКР «Сметливый». Его экипаж недавно участвовал в совместных учениях с кораблями военно-морских сил Италии. И сегодня он находится в Средиземном море. Сторожевой корабль «Сметливый» в общем-то решает, третий раз решает задачи боевой службы в Средиземном море. Командиром штурманской боевой части там является Александр Богомолов. Корабль весной, летом и на настоящий момент тоже находится в Средиземном море. Уже по оценочным данным корабль прошел порядка 22-25 тысяч миль. Достаточно опытным специалистом на флоте считается выпускник Санкт-Петербургского военно-морского института имени Петра Великого капитан-лейтенант Дмитрий Кушнир. С 2011 года он служит командиром штурманской боевой части строжевого корабля «Пытливый». Дмитрий считает, что самое главное качество штурмана – высокая ответственность перед экипажем. Наверное, самое сложное в профессии штурмана – это не потерять чувство ответственности. Ну, почему ответственность? Потому что штурман отвечает, прежде всего, за навигационную безопасность плавания и за жизнь всего экипажа корабля. Это одна из самых сложных профессий в военно-морском флоте. Для матроса Максима Гириловича служба на флоте – продолжение выбранной им профессии. Он закончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности инженер-судоводитель. Поэтому в море он превосходно справляется со своими должностными обязанностями рулевого. Мои обязанности в море входят стоять на вахте 4 часа. Самое сложное в этом – предельная концентрация внимания. Курс надо держать с точностью до сотых градусов. После 4 часов на вахте рулевой заступает на подвахту, где производит гидрометеонаблюдение. Замер ветра, давления – это еще 4 часа. И потом 4 часа отдыха. День штурмана на Черноморском флоте всегда отмечают, несмотря на служебную занятость. Праздник всегда попадает на напряженное для флота время. Как правило, январь месяц – это идет подготовка, окончательная подготовка к сдаче как специальных задач, первых специальных задач штурманскими боевыми частями флота, так и первых курсовых задач кораблями флота. Но каждый праздник мы стараемся, конечно же, подготовить и поощрить всех наших специалистов, достойных этого, отметить лучших. Военный совет Черноморского флота поздравил штурманов с их профессиональным праздником и в приказе поощрил ветеранов, а также лучших представителей этой самой морской на флоте специальности. В Севастополь после выполнения специального задания вернулся малый противолодочный корабль «Муромец». Экипаж МПК принимал участие в необычных учениях. На протяжении месяца «Муромец» стоял в боевом дежурстве около Сочинского побережья, выполняя задачи по охране олимпийских объектов. Более месяца «Муромец» находился вдали от родных берегов. Даже любимый праздник, Новый год, моряки отметили между делом, так как именно в этот период экипаж МПК принимал участие в ответственных учениях. Кораблю были поставлены задачи по обеспечению тестовых соревнований зимней Олимпиады в городе Сочи, которая будет проводиться зимой 2014 года. Задачи по охранным обеспечениям тестовых соревнований, противолодочное обеспечение и противодиверсионное обеспечение охранных мероприятий. Обеспечение безопасности олимпийских игр – задания, требующие повышенной ответственности от всего экипажа. В данном случае к решению этой задачи и подход иной. Речь идет не просто об очередном успешно выполненном упражнении, а о престиже государства. Экипаж «Муромца» отработал различные варианты ведения обороны, в том числе при нападении с воздуха и со стороны моря. По учебной тревоге я обязан прибыть в свой пост. Поезд «Вос» называется ЦРП, центральный ракетный пост. Там у меня моя обязанность стоять, следить за, то есть принимать целеуказания и при обнаружении какой-либо цели, то есть наводить на нее и захватывать эту цель по дальности. Для оператора дальности зенитно-ракетного комплекса Дмитрия Данилова это уже вторые серьезные учения за время службы. Выпускник Кубанского государственного технологического университета пришел на флот, чтобы проверить способности и узнать свои возможности. Первый раз в море было, конечно, сложновато, непривычно. Но сейчас мы уже привыкли, и уже как бы все обыденно, все спокойно. Вот мы попадали в шторм буквально два дня назад, 4,5 балла. Нормально. Все отлично. Только кидают в разные стороны. А так, чтобы плохо было, все отлично. В учениях вместе с муромцем также принимал участие морской тральщик вице-адмирал Захарьин. Планируется, что именно эти корабли Черноморского флота будут дежурить у сочинских берегов в период проведения Олимпийских игр. В Севастополе моряки пробудут недолго, уже через месяц они снова выйдут на так называемые олимпийские учения. Несколько лет подряд Зенитно-ракетный полк Черноморского флота заслуженно получает отличную оценку за боевую стрельбу на государственном полигоне Капустин-Яр. 2012 год не стал исключением. Соединение наградили вымпелом Южного военного округа, вручили Куба главнокомандующего ВМФ. Сегодня во всех подразделениях полка, согласно учебному плану боевой подготовки, проходит занятие по специальности. Наша съемочная группа побывала в гостях у первой Зенитно-ракетной батареи. В это подразделение мы пришли не случайно. Первая батарея неоднократно получала оценку «отлично» за слаженность действий, специальную подготовку и боевую стрельбу. Капитан Павел Дубинец командует батареей недавно и хотел бы сохранить звание лучших. Поэтому, проводя любые занятия, в том числе и теоретические, он добивается отличного состава расчетов, четкого понимания физических и механических процессов, происходящих в Зенитно-ракетном комплексе ОСА. Такой подход к занятиям оправдан. Павел Дубинец убедился на собственном опыте, как хорошая комплексная подготовка, теория плюс практика, помогает справиться с поставленной задачей на полигоне «Капустин-Яр» – поразить реальную цель. Скорость ракеты 500 метров в секунду, она летит на индикаторе буквально 20-30 секунд. За это время нужно ее найти, в воздухе обнаружить, одновременно всем трем операторам навести комплексную цель. Должить командиру машины, командиры машины принимают решение, докладывают начальнику. Начальник дает ему разрешение на стрельбу, только после этого вставляется ключ. Поворачивается и нажимается плоско. Подчеркну, решающее значение имеет практически доли секунды. Не успел или неверно определил координаты, исправить ошибку уже нет времени. На стартовую позицию выходят от 6 до 7 машин, и только одной дают команду на пуск. Тот расчет, который первый все это дело заметил, включил свой комплекс, направил комплекс в сторону ракеты, захватил ее, доложил, ему подтвердили, что добро стрелять, только тебе будут стрелять. В машине установлен монитор, наверху машины стоит камера, и в монитор виден даже пуск ракеты. Видно, как она встречается с целью, видит на нее сам подрыв. И ликование расчета в этот момент неописуемо. Старт мишеник. Давай, давай, родная, где ты? Вот. Третий сопровождаю. Радость понятна. Ракетчики выполнили задание и сделали это в непростых условиях пребывания на полигоне. Походная жизнь, капризы погоды. Плюс ко всему черноморцы проводят стрельбу не на своей, а на предоставляемой технике. Мы принимаем технику и начинаем ее подстраивать под себя. Сложные процессы ремонтируем, настраиваем. Это у нас злится буквально полторы-две недели. Ракетная стрельба, батарея еще впереди, как и полевые выходы. Готовясь к специальным экзаменам, зенитчики не забывают тренировать силу духа и тела. Руки перед грудью, ноги на ширине плечи, сходное положение пуском принять. В левую сторону начи. На физическую подготовку военнослужащих отведено 25 часов в неделю. Они тренируют выносливость, закаляются, выполняют различные упражнения, которые помогают поддерживать хорошую физическую форму. В том, что изменились, матросы говорят уже сегодня, предвкушая, как удивят родных и друзей, когда приедут домой. Армия позволила мне как-то довольно серьезно посмотреть на жизнь. Какие-то взять для себя уроки по поводу ответственности, самостоятельности. Да и, если даже, чтобы быть честным, то и в спорте тоже, она подтянула довольно-таки серьезно. Эта выносливость, все это увеличилось в разы. Поменялся во многом, стал более серьезно относиться к жизни, появилась ответственность, потому что я старшее подразделение, на меня лежит ответственный за личный состав. Любые занятия сплачивает коллектив, уверен Павел Дубинец. Атмосфера дружбы, желание поддержать друг друга помогает и на спортивной площадке, и на ракетном полигоне добиваться отличных результатов. Первая батарея убеждена, они в любых состязаниях станут лучшими. 19 января весь православный мир отмечал крещение. Один из самых древних праздников христианской церкви завершает рождественские святки и посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В память об этом событии на Черноморском флоте прошел торжественный молебен. Собираться на крещение в сквере штаба Черноморского флота у памятника святому праведному воину Федору Ушакову стало уже доброй традицией для моряков-черноморцев. На праздничном молебне присутствовали офицеры штаба военнослужащих частей и подразделений флота. Все, кто по каким-то причинам не смог пойти в этот день в храм. Моряков особо, наверное, важно, ведь они всю жизнь свою проводят в море. Для них водная стихия является их родной стихией. И когда она освящается через молитвы, то, конечно, для них более спокойно и нести свою службу. Они больше имеют уверенность и благословение Божие на выполнение ратного своего служения. Крещение – один из главных христианских праздников. В этот день верующие вспоминают о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водою от Иоанна Предтечи. Почему называется еще Богоявлением этот день? Потому что как раз здесь открывается вся полнота Пресвятой Троицы. Сын Божий крестится в водах Иордана, Дух Святой сходит на него в виде голубя и глаз Господень Отца с небесе, благоставляющий Сына. Таким образом для народа открывается то, что Бог есть Пресвятая Троица. Православные верят, что как тело омывается и очищается водою, так и душа человека, кающегося и уверовавшего Спасителя, будет освобождена от всех грехов Христом. Человек сам состоит из воды почти на 80%. И, конечно, если он искренне молится, то преображается само его естество. Даже в физическом плане уже многие ученые говорят об этом, доказано, но для церкви не это главное. Главное – это внутреннее преображение, духовное преображение, которое происходит во время этой молитвы. Отец Александр окропил крещенской водой помещение штаба флота. Подвижники христианского благочестия называют такую воду церковной святыней и считают лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов. Приобретенные целебные свойства богоявленская вода сохраняет на протяжении года. Федеральному государственному унитарному предприятию 13-й судоремонтный завод Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации 126 лет. История одного из самых старейших предприятий Севастополя началась еще в 19-м веке. С тех пор на заводе восстанавливают и возвращают в боевой строй военные корабли и вспомогательные суда Черноморского флота. Именно здесь проходит их техническая подготовка к учениям и дальним походам. Каким был для завода юбилейный 2012-й и что предстоит сделать в этом году – рассказ в нашем следующем сюжете. В минувшем году 13-м заводом по государственному оборонному заказу осуществлен ремонт 82-х различных кораблей и судов. На флагмане флота гвардейском ракетном крейсере «Москва» заменили радиолокационную станцию и маршевый двигатель. Тем самым ввели в строй главную энергетическую установку. Ремонтные работы выполнены на подводной лодке «Алроса», которая вернулась в базу, совершив межфлотский переход. Специалисты завода полностью восстановили техническую готовность больших десантных кораблей, «Новочеркасск», «Азов», «Цезарь-Кунников» и «Саратов». Произведены ремонтные работы на кораблях и судах соединения охраны водного района, ракетных катеров, аварийно-спасательных работ, вспомогательного флота, на гидрографических и специального назначения. 2012 год можно характеризовать как год, скажем так, выполнения ГОЗа в полном объеме. В конце года нам добавили лимиты, примерно увеличили на 40%. Часть этих лимитов мы уже освоили. Заказы планируются к выполнению порядка 15 единиц, переходящих в 2013 год. Финансирование получили в полном объеме. В 2012 году продолжалась программа технического перевооружения завода, чтобы максимально механизировать и автоматизировать проводимые работы, повысить их эффективность и качество. Модернизация коснулась нескольких цехов. Так, в пятом, дизельно-турбинном, был создан новый участок, который позволил выполнить ремонт двигателей на ракетном катере на воздушной подушке «Бара» и МПК «Александровец». Объект «Бара». Большую работу выполнили такелажный участок под руководством мастера Голубева по замене гибкого ограждения. Большую работу выполнили участок мастера Кирюшина по ремонту главного комплекса. Также хочу отметить мастера самокоза, бригаду Подобедова и бригаду Блюмефельда. Потому что работа, которую они выполняли, она была вроде бы не видна на внешний вид, но работа была выполнена большая, тудаемкая и достаточно качественная. Слово сказать, пятый цех в прошлом году был назван руководством завода одним из лучших. Его рабочие инженеры свой план работ выполнили далеко переди в график. «Работники пятого цеха этот год работали, ну, как будем говорить, пословица «Не покладай рук». План выполняли на 150-180%, потому что заказы шли и плановые, и неплановые. И все работники, все участки цехов были нагружены полной. Работа была и выходные, и вечернее время. Но выполняли оперативные заказы». Более чем столетняя летопись завода ведется в его музее. На стендах рассказы о знаковых событиях предприятия, уникальных ремонтных операциях. На фотографиях те, кто писал историю завода, совершал трудовые подвиги. Валериан Павлович Кашенцев, смотритель музея, сегодня собирает материалы для будущих экспозиций, которые расскажут о новейшей истории завода. «Я очень обеспокоен сейчас тем, что вот у меня нет помещения. Я пытался отвоевать вот в верхний этаж, там учебный класс, мне не дали его, к сожалению. Но вот делаю, значит, я даже эскизы, значит, вот тумб, значит, теперь вот эти вот на общественном совете музея мы приняли решение, значит, сделать вот эти полки». 15 февраля завод будет докладывать о сдаче государственного оборонного заказа 2012, который уже выполнен. На завершающей стадии отчетной документации. Параллельно начаты работы следующего года. «Загрузка предприятия обеспечена на 100%. Значит, перспектива 2013 года такова, что ожидаем получения денежных средств по гособоронзаказу буквально, я думаю, что на этой неделе, на следующей получим полный объем финансирования в 100%, что обеспечит предприятие нормально функционировать. Ожидается увеличение ГОЗа в процессе выполнения объемов работ, ну, скажу так, значит, примерно в два раза». Сегодня продолжается разработка плана развития завода. Это будет просчитанный перспективный бизнес-проект. Руководство предприятия уверено, что его реализация позволит осуществить повышение должностных окладов, тарифных ставок. А получаемая прибыль обеспечит достойную заработную плату и гарантированный социальный пакет всем его работникам. 69 лет назад, 27 января 1944 года, силами советской армии была снята блокада Ленинграда. Она длилась 882 суток. За это время город понес тяжелые потери. По самым минимальным подсчетам, от голода, холода, болезней и бомбежек погибли около миллиона ленинградцев. Это одна из самых страшных страниц в истории Второй мировой войны. 8 сентября 1941 года Ленинград оказался в кольце немецко-фашистских войск. В городе находились 2,5 миллиона жителей, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, Ленинград увеличился на 300 тысяч беженцев из Прибалтики и соседних областей. Запасы продовольствия и топлива было всего на 30 дней. Вскоре после артобстрела сгорели бадаевские склады. Городу ежедневно требовалось тысячи тонн продуктов питания. Авиация доставлялась не более 20% от необходимого объема продовольствия. К ноябрю нормы выдачи хлеба уменьшились. 250 граммов получали рабочие, 125 – ждивенцы. Ухудшилось и его качество. При изготовлении хлеба использовали горелую муку из бадаевских складов и различные примеси, в том числе пищевую целлюозу, от переработки древесины с фабрики «Гоззнака», где до войны печатали деньги. В секретной справке НКВД от 25 декабря 1941 года подчеркнулось, что смертность населения в связи с продовольствием и трудностями в октябре составила 6199 человек, в ноябре – 9183, а за 25 дней декабря – уже 39 тысяч. Еду готовили из сыромятных ремней, столярного клея, сумок, перчаток. Люди ели лепешки из лебеды, поджаренные на машинном масле. Смерть прохожих на улицах города от дистрофии и истощения стала обычной. Люди шли, падали и умирали. Январь был еще страшнее. Трупы людей лежали повсюду. Теперь их убирать было некому. Морозы до минус 30 градусов, сковали водопровод, не работало отопление. Артобстрелы и налеты немецкой авиации не прекращались. Автомобильные илонные обозы доставляли продовольствие по льду Ладожского озера. На обратном пути машины вывозили жителей Ленинграда на Большую землю. В этих условиях город продолжал работать. Труженики Кировского завода, находясь всего в 4 километрах от линии фронта, выпускали и ремонтировали танки. Многие исторические памятники в окрестностях города были утрачены навсегда. Фашисты разграбили и уничтожили Большой Екатеринский дворец в царском селе, дворец в Петергофе. Знаменитая янтарная комната до сих пор остается не найденной. С сентября 1941 года командование Красной Армии предпринимало безуспешные попытки прорыва блокады. Но переброска войск стала возможной лишь после того, как фашисты были отброшены далеко от Москвы. В январе 1944 блокада была снята мощным наступлением советских войск. На этом участке боевых действий немецкая группа армий «Север», то есть пятая часть основных сил, была скована тяжелыми боями и не могла воевать ни под Москвой, ни под Сталинградом. Борьба за этот город стала одним из крупнейших событий всей Великой Отечественной войны. За два с половиной года Ленинград потерял более 700 тысяч человек. По другим источникам – более 850. Только 3% погибли от обстрелов и бомбежек. Остальные – от голода. На этом все. До свидания. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова